Теннисный локоть Прямо это актуально и сегодня, но связана она в большинстве случаев уже не с игрой в теннис, а с менее престижными занятиями, хотя название ее осталось прежним. Причин возникновения боли в локте не перечесть. Ею страдают маляры-электрики и слесари, держащие в руках кисти, отвертки и электрические дрели, парикмахеры и кулинары с машинкой для стрижки или с разделочным ножом в руках. Но в большинстве случаев болью в локте страдают водители автомобилей и представители профессий, работающих с компьютерами. Проблема возникает незаметно и проявляет себя уже будучи запущенной, а проявив себя приносит массу неудобств и страданий. Однажды счастливчик, обладающий синдромом теннисного локтя, может проснуться утром с сильной болью в руке от шеи до кончиков пальцев, не способной ею пошевелить. Причем у работающих с компьютером чаще всего боль появляется на правой руке, а у водителей автомобилей на левой. Поэтому я называю правостороннюю боль синдромом мышки, а левостороннюю синдромом руля. И в этих и в других случаях причиной боли является воспаление в месте прикрепления мышц, сухожилий, поднимающих кисть руки. Вспомните, как теннисист держит ракетку, и вам станет ясно, почему медики назвали эту патологию «теннисный локоть». Что же можно предпринять в случае появления боли в локте? Во-первых, лучше поймать эту проблему как можно раньше, пока воспалительный процесс не набрал силу. Сделать это можно, прощупав внешнюю сторону собственных локтей или попросив вашего массажиста проверить состояние ваших рук. Любой грамотный массажист найдет проблему в считанные минуты. Во-вторых, пойти к врачу, и он назначит вам то, от чего лучше держаться подальше – стероидную антивоспалительную инъекцию и обезболивающие лекарства. В лучшем случае вы получите назначение на физиотерапию, которая вреда вам не принесет, скорее всего поможет вам, а посему она весьма и весьма желательна. В-третьих, если вы не добрались до врача или физиотерапевта, то посетите массажиста, который специализировался в медицинском массаже и который в несколько сеансов облегчит положение. Ну и, наконец, в-четвертых, в-пятых и всегда в будущем делайте то, что я, собственно, хочу посоветовать. Работая с компьютером, не держите руку на весу. Старайтесь организовать свое рабочее место так, чтобы локоть находился на столе, а предплечье, чтобы лежало на специальной подставке или подстилке. Во время вождения автомобиля старайтесь держать руль двумя руками так, чтобы локти свободно висели, будучи расслабленными. Как правило, водители держат руль левой рукой, в то время как правая может лежать на рычаге переключения скоростей, управлять радиоприемником, кондиционером и даже телефоном. В момент, когда правая рука отрывается от руля, водитель резко усиливает силу и напряжение сжатия руля левой руки, благодаря которым он пытается контролировать ситуацию на дороге. Эти меры профилактические. Они снизят опасность возникновения патологии. Теперь меры терапевтические. Массируйте свои локти сами в болезненных местах. Приток крови, вызванный массажем, поможет вам избавиться от воспаления. Втирайте в локоть греющие мази. Они тоже приводят к резкому увеличению циркуляции крови, а значит внесут свой вклад в решение проблемы. Пользуйтесь согревающими пластырями. Результат их применения не заставит себя ждать. Самая важная мера. Делайте упражнения. С силой сгибайте вниз кисти рук в сторону, противоположную той, из-за которой появилась у вас проблема. Самым удобным тренажером для этого упражнения является все тот же руль в автомобиле. Приучите себя выполнять это упражнение всегда, когда вы останавливаетесь перед красным светофором. Ну а если вы не водитель и не бываете за рулем, устройте себе тренажер из любой перекладины. Используйте перекладины с тремянки, пожарной лестницы или чего-то другого. Ну и конечно же, будьте здоровы, не болейте. Продолжение следует...